Друзья, всем привет! С вами Михаил, единственный видео-авиаблогер на YouTube, который показывает полный путь авиапассажира. Сегодня я нахожусь в терминале D аэропорта Шереметьево. Сегодня 13 января. Мне предстоит вылет впервые авиакомпании Nordwind. Я еще ни разу не летал. Лечу я в аэропорт Акинфе-Адемидово. Это аэропорт Екатеринбурга. Сегодня я лечу в 2340. Давайте посмотрим, что сейчас находится в терминале D. Вот за моей спиной вы видите стоит елка. Давайте к ней подойдем, посмотрим оформление. Рядом стоят олени. Они, кстати, двигают головой. Дети сюда подходят, постоянно фотографируются, поэтому эта конструкция пользуется успехом. Вообще елка до потолка, правда, она без головы. То есть у нее нет звезды почему-то. Регистрация на мой рейс уже объявлена. За три часа до вылета. Смотрим 2340 Екатеринбург. Здесь два рейса, как вы видите. В 2340 это Уральские авиалинии. Ниже стоит и выше. Это как раз Норд Винд. Регистрация на стойках 18-28. Вот там вдалеке уже идет эта регистрация. При выходе из зоны досмотра почему-то над ней висит надпись детские коляски. Я не знаю откуда она тут и зачем взялась. Если кто-то в курсе, объясните. Кстати, напротив того же выхода я не сразу, но заметил вот такую интересную штуку. Она подсказывает куда двигаться, ну и вообще информацию о рейсе. Например, я беру свой посадочный талон, штрих-код и проверяю информацию. То есть этот аппарат мне показывает куда идти, когда начало информации о рейсе. В принципе удобно. Давайте еще раз. Интересное решение. Это для пассажиров, которые не знают куда им двигаться. Хотя у них будет другая проблема. Они элементарно не видят эту штуку, выходя из вот этой зоны детские коляски, которая находится в зоне досмотра. Они просто начинают вертеть головами во все стороны и не замечают этот очень интересный прибор. Ну а у нас тринадцатый выход. Он где-то там в конце, справа от зоны досмотра. Идем к нему. По пути можно перекусить, а можно и просто отдохнуть. Справа, слева всевозможные гастрономические учреждения на любой вкус. Можно прикупить себе что-нибудь. Или снова посидеть. Тринадцатый выход на посадку дальше. Поэтому продолжаем свой путь. Снова место для отдыха. Слева выходы на посадку. Первый и третий. Тут не все довольные люди, потому что у некоторых рейс задерживают, у некоторых вообще отменили. Но те, у кого отменили, их сюда не пустили. Здесь еще одна зона питания. И вот в самом конце выходы 11, 12, 13. Здесь копилось много народа. Если вы видите, там рейсы в Уфу, Сочи и Краснодар. На Екатеринбург пока рейсов нет, поэтому... Вернее, посадки пока нет, поэтому ждем посадку. У телетрапа уже установлен самолет. Но это не самолет Нордвинда, а это самолет Флайп Пегас. Боинг 737-800. Продолжение следует... 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 святого лакомолка с земной земли. Если шло в маске фасов, урал бы маски сэглок сайли-зон. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из-под ноги нормально. Поднимите маску на себя, плотно прижмите маску с носу и рву. Зачемте нормально, кислород будет поступать автоматически. Если вы поддержите с ребенком, обеспечите сначала маску из себя, затем ребенком. Сохраняйте нормальное дыхание, пока мы не знаем, что маски больше не нужны. В случае с тем, как и компрессион, тео-псиди маска удалила автоматически обработка олайн-фаналл. У нас всего лишь и у фэй-псиди масковые мелки-малк. Призновали, опсиди, лоскат-пол, и приотягивал на битейш-чайл, удобно мастер-плэнер-дэкэрфа, и на дэнкэр-дэкэрт, призновали, одерживы, и треклор, но тео-псиди маска наоборот неизвает. Более подробно познакомьтесь с аварик с 1-м породом, чем нашего самолета, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...